Привет дорогие друзья! Сегодня я сделаю еще один обзор еще одной новинки. Компания МИМХОБИ мне предоставила модель самолета МС-21300, пассажирский авиалайнер. Это магистральный самолет 21 века. Откроем коробочку, посмотрим что там находится внутри, как сделаны литники, как сама модель. Ну что, Поксарт МС-21300, пассажирский авиалайнер, масштаб 1 к 144. Это магистральный самолет 21 века. Его разрабатывает и строит корпорация Иркут на базе технологий 21 века. Здесь у нас с этой стороны артикул 7033, томия, звезда краски, декали. Видите, синего цвета нет, как здесь вот указано, нарисовано, поэтому это вам придется закрашивать самим, использовать краску, а декали вот окантовкой только. Итак, 104 детали, не так уж много, по большому счету два куска фюзеляжа, крылья, наверное, и все. Ну и кокпит какой-то есть там. Давайте мы откроем сейчас коробочку, глянем, что там внутри. И размер 29,4 сантиметра общая длина. Также новинка февраль 2020 года. Ну и, соответственно, вот собранная модель, опять без автора, краткоисторическая справка. А также здесь даны фрагменты самой модели, готовой. Упакованы все в один пакет. Здесь где-то три литника, по-моему. Откроем, посмотрим. Дана подставка. Не всегда они дают подставку, но в этот раз дали. Прозрачные детали, иллюминаторы, лобовое стекло и декали. Инструкция на черно-белой бумажке, два листика всего. Даны два варианта сборки на аэродроме и в полете с выпущенным шасси здесь, опять же на русском, на английском языке. Инструкция, как бы историческая справка. Ну и здесь вот открываем. Итак, сборка у нас два фюзеляжа, иллюминаторы, крылья, ну как я и говорил, и кабина пилота с двумя маленькими креслечками. Ну и соответственно здесь сборка двигателей и стойки шасси. По большому счету вот и все. Это весь набор. Ну а здесь естественно установка стойки, либо без нее. Тут по вариациям. Либо установка стойк шасси, либо установка подставки. Ну литники вот здесь вот показаны. Раз, два, три, ну и маленькие. Цветная бумажка раскраски. Схема окраски. Здесь указано, какие цвета окрасить, какие декали наносить. И с этой стороны, с днища самолета, с нижней части фюзеляжа и крыльев. Ну и какую техничку куда наносить. Так же краски, как всегда. Вот сама декаль, друзья. Посмотрите внимательно. Номера, техничка, окантовки. Сделано очень хорошо, понятно. Декали прекрасные. Скорее всего изготовление фирмы Бегемот. Литник с прозрачными деталями. Иллюминаторы даны вот такими вот кусками длинными. Ну соответственно просто вставлять и все. И лобовое стекло. Вот покажу вам его поближе. И с этой стороны. Итак, дана вот такая подставочка у нас. Ничего сложного в этой подставочке нет. Вот и все. Загрантовать, приклеить и снять питатели. Итак, фюзеляж. Два куска. Расшивка есть, но она не глубокая. Утяжин нету, я не вижу. Детали изготовлены очень неплохо. С этой стороны все толкатели внутри, как и положено. Детали. Утяжин нету. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий литник с крыльями. Также вся расшивка нанесена. Пластик чистый, гладкий. Я думаю, что расшивку придется углублять. Она в принципе хорошая, но углубления не помешают. Далее у нас литник идет. Здесь вот он как раз кабина пилота. Стойки шасси, колеса, ну и многие другие элементы. И последний литник у нас с двигателями. Вот они. Пожалуйста. Также нанесена расшивка. Никакого облоя нет. Все сделано очень достойно. Ну вот так вот, друзья. Модель очень маленькая. С маленьким количеством деталей. Думаю, на полочке будет смотреться очень красиво. Еще раз хочу напомнить, что приобрести ее можете в компании имхобби.ру. На Щелковском шоссе, дом 3. Это все, что было в этой модели. И литник. Вот, делайте, пожалуйста, свои выводы. Жду от вас комментариев, что вы думаете по поводу этой модели. Ну а также, если вы ее купите, приятной вам всем сборки и удачи. Увидимся в следующих фильмах. Субтитры создавал DimaTorzok